Добрый день, друзья! Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quice. Приношу извинения, что давно не выкладывал полезную информацию. Я сейчас сижу над своим проектом. Тут у нас затык с одним модулем. Но в тестовом режиме сайт уже заработан. Я буду очень признателен, если зайдете на ссылочку, я приложу ее к описанию видео. Щелкните и посмотрите, как вам дизайн и функционал моего сайта. Если кто-то, кто занимается веб-программированием, умеет раскручивать сайты и разбирается во всем этом деле, смотрит мой канал, ребят, нужна ваша помощь, советы по раскрутке. Потому что я немножко из другой области специалист. Тут мне не помешал бы совет людей, которые в этом разбираются и могут помочь. Теперь второй анонс. После небольшой бюрократии наконец-то оформили медикейт на ребенка. И пришел вот такой вот интересный талмуд, посвященный медикейту. Самое важное – это два типа основных страхований по медикейту. Это вариант Юнайтед и вариант Кавинджей. Значит, мне предстоит вот эту всю писанину изучить, потому что два основных плана страхования, они немножко отличаются. В той организации, где мне выдали вот эту бумажку, у меня предупредили, что у меня есть срок месяц выбрать страховой план для ребенка, и мне нужно будет это изучить. Как только я эту информацию переработаю, я, естественно, по этому поводу сниму видео относительно медицинского страхования детей. А вообще книжка интересная, потому что тут половина полезные советы, а потом идет список врачей разных специализаций. Там и педиатрия, и гинекология, и хирургия, и семейные доктора, и все, которые принимают страховку медикейт. Вот, очень полезная книжка. Поэтому это как бы такой небольшой анонс, когда я хотя бы переработаю информацию по вот этим двунстраховым планам, мне, думаю, будет полезно для вас снять видео с объяснениями, что вообще с медицинским страхованием происходит. Кстати говоря, от медчак задал вопрос Сулимов, 27, стоимость медстраховки. Значит, есть бесплатные страховки, медикейт, есть вариант страховки медикейр, это для пожилых, есть платные страховки. Значит, медицина без страховки, конечно, будет дороговато. Вот, если как бы работать на себя или на предприятии, значит, вы сами как бы платите за свою страховую программу, которую вы выбираете, и страховую фирму, которая предпочитает медицинское страхование. У меня пока такой информации нету по стоимостью страховки. Единственное, что я знаю, что если вы официально работаете на каком-то как бы вот учреждении, где-то на коде фирмы вы работаете, вместе с налоговыми отчислениями вы платите сейчас отчисления за минимальную вот эту страховку медикейт. Это я вот чётко знаю. Что касается вот этих платных программ, я информацию соберу, в ближайшее время постараюсь снять видео. Значит, предварительно на вопрос ответил. Продолжаем дальше. Степан Иванов. Привет, Степана, за 10 лет, интересуюсь вашими видео уже 3 месяца. Хочу скорее узнать побольше о родах в Америке. Степан, значит, по поводу родов я уже видео снимал. Вкратце, стоимость родов приблизительно от 3,5 тысяч долларов. Это минимальная сумма, если ориентироваться на города типа Омахи. В крупных городах это будет дороже стоить. Любой человек может воспользоваться, даже турист и приезжий, услугами Американского медицинского центра. Только нужно заранее, хотя бы за пару месяцев до того, как ваша жена хочет рожать, подъехать в клинику и обо всём договориться заранее это сделать. Вот, ребёнок ваш автоматически получает на американское гражданство. Я уже это разжёвывал на своём канале. Пожалуйста, просто потратите своё время, посмотрите ролики, посвящённые родам и, соответственно, получением паспорта на ребёнку и прочие нюансы. Я уже это рассказывал. Если больше что-то непонятно, пишите в личку, расскажу более подробно. Алексей М., добрый день. Вы просили продублировать мой вопрос со скайпом личку. Мой вопрос. Какие будут преференции у рождённого на территории США? В связи с этим, какие у родителей возможности делегальной иммиграции? Начну с конца. У родителей ребёнка возможности делегальной иммиграции появятся тогда, когда ребёнок станет совершеннолетним и ему исполнится 21 год. После этого ваш ребёнок может, как гражданин США, вам прислать специальную форму на воссоединение семьи. И миграционный офис рассмотрит это заявление, и, соответственно, вы получите грин-карту, если это говорит про текущее время, или какой-то другой документ, потому что грин-карты собираются отменять и перейти на какие-то другие формы. Сразу это не произойдёт. Придётся подождать какое-то время, потому что желающих крайне много. Есть определённые нюансы. Рекомендую по этому поводу в интернете самостоятельно поискать информацию. Теперь преференции. Преференции фактически все, как у любого гражданина США. То есть ваш ребёнок, если он родился в Америке, получает американский паспорт. В этом платье за оформление, по-моему, долларов 15 или 20. Получайте паспорт на этого ребёнка. Ребёнок ваш получает номер социального страхования. Ребёнок получает, если вы правильно запомните все бумаги, бесплатную медицинскую страховку Medicaid. Бесплатное медицинское обслуживание. Можете делать бесплатно прививки. Можете прикрепиться к ВИКу. Это такая программа, я уже рассказывал. Программа бесплатной помощи семьям, у которых маленький ребёнок или роженица. Детские сады в Америке, к сожалению, платные. Бесплатных садов в Америке нету. Садики платные. Для меня пока это вопрос будущего. Поэтому ещё буду про садики отдельно рассказывать. Школы бесплатные. Кстати говоря, школы могут быть и для нежителей США. Если вы приехали на долгий срок с детьми, которые уже ходят в школу, значит, соответственно, вы можете ребёнка устроить в школу, и он может бесплатным образом в эту школу ходить. Ну, а соответственно, всё, что есть у гражданина США, то распространяется на вашего ребёнка. То есть, надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Вадим Хасан отпишет. Приветствую вас из далёкой и холодной во всех смыслах России. Визу хочешь получать на три года. Ну, пытайся, да. Так, во. По поводу заказов. Возможно заказать ножику. Недавно видел на YouTube. Американское производство. Вообще охота приобрести американские вещи с шильдиком Made in USA. А то Россию заполонили китайским ширпотребом. Наш ничего не умеет производить. Вот. А вещей с шильдиками Made in USA крайне мало. Крайне мало. Есть, конечно, попадаются вещи с такими вот шильдиками. Но это прямо реальный раритет. Если ещё, к примеру, до 2000 года их было много, то сейчас всё меньше и меньше. Потому что всё производство перенесли и в Китай, и в Пуэрто-Рик, и в другие страны Южной Америки. Кстати, там очень неплохо вещи делают. Я смотрел эти стили, то, что делают в Южной Америке, и другие вещи южноамериканские. Нормально всё. То есть, эти тайки, кстати, здесь очень хорошие. Что касается ножа, без проблем. Вы можете нож прямо заказать с того сайта, где вы нашли. Прямо пластиковой карточкой оплатить. Указав мой адрес. Вам нужно будет со мной заранее в скайпе связаться. Я вам всё это пришлю. Ножчик придёт ко мне сюда. Единственный нюанс. Значит, отправить я его могу. Отправлю я его ещё, весит немного. То, скорее всего, можно будет отправить его через Priority Mail. Такой есть вид отправки. За, по-моему, один фунт. Стоимость 25 долларов до Москвы. Или до какого-то города России. И вот, вопрос будет только исключительно в вашей таможне. То есть, если какой-то вот такой, блин, ножичек для резких огурцов. А-а-а-а, вёстким, медном. То, как бы российская таможня не докопалась к этому ножику. Потому что я очень знаю, что таможенные офицеры очень любят такого рода изделия конфисковывать и добавлять в свою личную персональную коллекцию. В качестве обоснования требует заполнить там такое количество документов. Или грозятся завести на вас уголовное дело за приобретение холодного оружия. То есть, я про такие фокусы слышал, про российскую таможню. Вот, поэтому, если ножик маленький такой, в принципе, ретнуть можно. Но, если что-то такое огромное и большое, то я бы не рекомендовал бы с этим связываться. Потому что, скорее всего, просто попадёте на деньги. Купите хорошую вещь, а ножичек останется у таможенника. Так, идём дальше. Арт Клайм. Привет, Максим. Забавный момент, заметил. Кто стремится получать американский паспорт, кто-то против от него избавиться. В принципе, те же дела встают с российским паспортом. Гости сзади стремятся сесть в Россию, а сами россияне хотят уехать на Запад. Не зря, видимо, говорят, рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Но, да, это не вопрос, скорее утвердение. Ни с чем не могу согласиться. В принципе говоря, пообщавшись тут с разными блогерами, многократно отвечая на вопросы своих зрителей, прихожу к такому выводу, что то, что, например, в Америке американцам здесь кажется, что там ущемление каких-то прав, какие-то там, не знаю, ограничения, запрещения, по мне здесь просто всё зашибись. Вот. Соответственно, с точки зрения людей, которые приехали из Таджетистана, Узбекистана и прочих станов, и оказались не в Москве, для них тоже культурный шок. Они там в шоколаде после того, как они уехали с своего кишлака и от местного хана Иллибая. Потому что, там, да, понятное дело, что по сравнению с тем ханом Иллибаем, Путин просто рождественский такой, этот самый, волшебник, который всем мороженое бесплатно раздаёт, да. Вот. Поэтому коренные москвичи мигрируют, а свято места пуст не бывает. Вот. Вот такая ситуация. Удаляем. Идём дальше. Настя Панченко. Добрый день. Решила отправить посылку подруге в США, в которой куча косметики и картина моего производства. Настя, а не пришлёшь ли ты линк на своё творчество? Я так понимаю, ты художница, я тоже картинки подписываю. сливочным маслом. Интересно было бы посмотреть, что ты пишешь. Вот. Просто. мне самому просто интересно посмотреть, когда люди занимаются творчеством. Да. Так вот. Когда я позвонил в почтовую службу, мне сказали, что США не пускают косметику. Совершенно верно. Ограничение есть определённый на ввоз некоторых вещей на территорию США. Вот. Не знаю, что теперь делать. Подскажите, как это отправить. Отправить можно элементарно просто. Прямо у меня на канале. Прямо у меня на канале. Прямо тут же под этим видео пишите. Ребята, кто едет в Америку в ближайшее время? Не захватите ли от хорошей девушки Насти для её подруги маленькую посылочку с косметикой? Всё. Какие проблемы? Прямо здесь под видео мне в описании напишите. Я думаю, мир не без добрых людей. Найдётся какой-нибудь доброход, который сейчас летит из России и в Америку и пару-трёк тюбиков захватит с вашей косметикой. Я думаю, все будут счастливы. И у вас будет хорошее настроение. И человек, которому поможет, тоже будет приятно. Это единственное могу вам посоветовать. Вот. Идём дальше. Здравствуйте, Максим. Смотрю ваш канал много полезной информации. Спасибо. Мисс, женой и дочке прилетаем в конце июля в Нью-Йорк. Ребята, ура! Если вы уже в Нью-Йорке, отпишитесь. Сразу будем искать пути легализации. Но Нью-Йорк это дело дорогое. Есть с этим вопрос. Можно воспользоваться услугами адвоката и запустить кейс, например, в вашем штате. Если привязка, то у места, куда едешь, буду признателен. Да, привязка есть, потому что вы открываете кейс в каком-то конкретном миграционном офисе. И, соответственно, все ответы будут идти, опять же, в этот офис на привязку к вашему адресу. Если вы планируете переехать в другой какой-то штат, то вы должны миграционный офис уведомить об этом и указать причины, почему вы перемещаетесь. То есть, нашли работу, нашли другое жилье, какие-то семейные обстоятельства. Но просто миграционный офис об этом проинформировать. Желательно, конечно, такие ходы до того, как не решится ваша ситуация, не делать. Значит, по поводу нашего штата. Я, к сожалению, общался только с одной юридической компанией, которая ведет наш кейс, она еще не закончила, вот, ввести. Поэтому, ну, теоретически я могу эту компанию вам порекомендовать. Вот, соответственно, вы можете пойти, договориться, пообщаться с юристом. Я, естественно, не собираюсь быть в этом разговоре посредником, сами пообщаетесь. Вот. Можете найти ролик, у меня было видео про Lutheran Family, позвонить к ним, там есть такая женщина Халида, она русскоязычная, можете спросить у нее совета, может быть, порекомендовать, она из штата Небраски или конкретно из Умахи какую-то контору адвокатскую с адвокатом, у которого наработан опыт по легализации. Лучше брать адвоката, у которого прямо на потоке огромное количество мигрантов из Мексики, потому что люди приезжают с минимальными деньгами, естественно, адвокату бешеные бабки платить не могут, адвокат тоже понимает всю ситуацию, и у него какие-то есть отлаженные ходы, поэтому это чисто моя рекомендация. С нью-йоркскими адвокатами, ну, скажем так, нашими соотечественниками, бывшими, я не рекомендовал бы связываться, потому что я делал мониторинг, когда еще был в России, вот этих вот их услуг, и пришел к выводу, что ребята чисто работ по-московски, и связаться с ними лично мне не хотелось, вот, никого лично не буду, как бы, обвинять, но вот моя рекомендация, ищите американского юриста. Идем дальше. Мой любимый Женя Сапер, пара заметок пишет он мне. В 48-м году Советский Союз купил фильм «Гроздья гнева», чтобы показать фильм нашим зрителям «Все язвы и порохи капитализма». Через несколько дней фильм был снят с проката, потому что люди обращали внимание на то, что бедный, разорившийся американский фермер мог купить себе подержанный грузовичок. Это показатель на самом деле, действительно. Как-то так, бедный, разорившийся фермер в 48-м году покупает себе грузовичок, и давайте сравним, что в 48-м году в Советском Союзе творилось. Когда-то читал историю про процесс над одним из наших диссидентов. Судья спросил у него, ну скажите, как бы простой советский человек стали антисоветчиком? Вам, наверное, книжки какие-нибудь подрывные давали читать? Какие? Кто именно давал вам эти книжки? Человек отвечает, действительно, я стал антисоветчиком, когда прочитал одну книжку, она называлась «Три мушкетера». Помните то место, когда Д'Артаньян с друзьями решили отправиться в Англию за подвесками. Знаешь, что они сделали? Они просто сели на лошадей и поехали. Красавчик! Молодец, хороший долг. Я могу его только дополнить. Антисоветчиком я стал после прочтения в школе книжки Тихий дом. Скажем так, у меня вызывало дикий диссонанс, вот эта ситуация с кулаками, которые вкалывали, значит, делали свое хозяйство, делали там скот как-то, не знаю, ну, то есть, они не сидели на печи, они там нормально впахивали и занимались тем, что выращивали продукты сельского хозяйства, развивали свой бизнес, то есть, конкретно занимались работой. И тут приходят какие-то нищеброды и вот это все у них начинают конфисковывать. То есть, вот ты вкалываешь, ты работаешь, ты пытаешься что-то сделать для себя, для своей семьи. И тут приходит какой-то левый дядя и так у вас раз у тебя все это отнял. Вот это опрометчивое, я считаю, затеей было в школе в конце 80-х школьникам давать читать такую вещь это вот опрометчивый поступок, потому что частная собственность, частная собственность. Вот, но и опять же, как я приобрел свою политическую платформу, меня просто таким сделала жизнь в Москве, то есть действия властей, действия чиновников, там, еще что-то. Я никому ничего плохого не делал. Но если человек, извините, каждый день срать на голову, по мелочам, там, чуть-чуть, там, чуть-чуть, там, чуть-чуть, там, чуть-чуть, там, чуть-чуть, в конце концов, любого даже самого терпеливого человека, терпение закончится, и он скажет, пошли всем нахрен, хотите в эти игры играть, играйте, но без меня. Вот, собственно говоря, что я и сделал, свалил. Так что тут четко согласен с доводами. Так, Владимир Друженков, доброго времени, Максим, ответьте, пожалуйста, вот на какой вопрос. Можно ли купить готовый, раскрученный, например, клиринговый бизнес, и если да, то где найти объявление по продаже этого самого дела? Владимир, несмотря на то, что я, как бы, ну, у меня два незаконченных высших образований, в общем, человек, обладающий кругозором, у меня все-таки есть какие-то пробелы. Если мне объяснить, что такое клиринговый бизнес, я могу попытаться дать ответ каким образом. Но я вам рекомендую, попробуйте ваш вопрос сформулировать на английском языке и вбить в Google по поводу продажи клирингового бизнеса в Америке. Вполне вероятно, открываются какие-то компании, которые предлагают свои услуги консалтинговые или какие-то сайты, которые этот клиринговый бизнес уже продают. Вполне вероятно, что это может быть. Вообще, в принципе говоря, в Америке можно купить любой бизнес, хоть автомойку, хоть магазин, хоть что угодно. Вопрос лишь в том, что вам, прежде чем покупать такой бизнес, было бы неплохо сделать аудит, вот, соответственно, и какой-то анализ, провести аналитику. То есть, сколько этот бизнес приносит денежков в месяц, какие нужно налоговые отчисления платить, какие нюансы по каким-то сертификатам, обязательных инспекционных проверках, еще чего-то. Чтобы это было иллюстративно, я вам рекомендую смотреть, есть такой сериал, называется Breaking Bad во все тяжкие. Там был такой момент, когда вот эта жена, вот эта химика покупала автомойку. И прежде чем купить автомойку, она несколько дней сидела, неделю даже сидела снаружи и считала количество клиентов, которые приезжают на автомойку и записывала приблизительно сумму расходов, то есть, что там происходило, чисто мойка, полировка, еще какие-то услуги и в течение недели она делала аналитику. будет вам интересно потом посмотреть, как она потом вела переговоры с продавцом вот этой автомойки. это так, чисто совет. А в общем, в Америке может быть все. Более того, в отличие от России, купил бизнес, вам не нужно будет прилагать столько усилий, чтобы он на вас работал. Вам нужно будет только периодически его мониторить, потому что, конечно, такое раздолбайство, как в России, и, соответственно, когда персонал просто сбивает болт и начинает откаленно воровать, вот, этого в Америке нет. Степан Шашкова спрашивает, видимо, про дом, который продает Эдик. Максим, можно ли посмотреть дом внутри? Да, можно, сейчас там идет капитальный ремонт, Эдик решил перед продажей дома сделать из него конфетку, сейчас там трудится строительная бригада, вот, когда ремонтные работы будут завершены, я сниму все великолепие, которое получилось, потому что захотели поставить новую кухню туда, сняли старый кавалин, обнаружили нормальный, хороший деревянный пол, который можно покрыть специальными там средствами, он будет стоять еще сто лет, то есть, там такая серьезная переделка дома внутри, как все это закончится, я вам покажу. Можно ли, приехав по туристической визе, оформить покупку дома? Конечно, можно. Приводить с собой наличку, единственный нюанс, значит, было бы неплохо, если вы ваши деньги, которые вы привезете, снабдите документом об источке происхождения этих денег, то есть, вопрос для Америки немаловажный, здесь боль с теневым нелегальным бизнесом, с деньгами от наркотиков и прочих нелегальных операций, то есть, если вы эти деньги получили, к примеру, от продажи машины, от продажи налогичного дома в России, подготовьте такие бумажки, они не лишние окажутся, в принципе, можно обойтись и без них, но лучше сделайте, и сделайте такой вольный перевод этих бумажек, то есть, на английский язык просто скрепите, вот, все сделать, чем можно, легко и просто, вот, вам будет легче от этого, вот, а купить можно, без проблем, приехали, бабки отчитали, и вот он, ваш дом, пожалуйста, оформление документов займет, по-моему, неделя, медик говорил, где победительный, ну, короче, будет все делаться, Степан Шашков, Максим, здравствуйте, хотел бы узнать, не могли бы первое время, если мы с семьей приедем в Омаху, помочь в адаптации, ребята, вопрос нет, скайп мой есть, я там, внизу, под описанием видео, свои контакты все выложу, списывайте, связывайтесь, приезжайте, значит, заранее подскажу, что, что, как с собой лучше взять, чего с собой вообще лучше не брать, вот, то, что этого нет достаточно, ну, и, соответственно, чем могу, помогу, мне не жалко, вор, не волком, вот, так, вопрос, Алексей М, по-моему, в дополнение к прошлому вопросу, Максим, добрый день, посмотрев очередной выпуск ответов на вопросы, на свой вопрос ответа не нашел, задам еще раз, какие преференции урожден, он, это уже сказал, в связи с этим, какие у родителей возможности легальной иммиграции, легальный только тогда будет у вас через вашего ребенка, когда ему исполнится 21 год, до этого ничем воспользоваться вы не можете, некоторые юристы пытаются рассказывать сказку, что вы можете оформить опекунство на ребенка, все это полный бред, не прокатит, не прокатит, ну, а на прошлый я уже ответил вопрос, идем дальше, так, это я уже рассказывал, это рассказывал, это рассказывал, так жесть про российскую армию, нет, 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 выкладывать пока не буду, так, что у нас еще, Неужели все ответил? Неужели все ответил? Неужели все ответил? Неужели все ответил? Так, про животных я уже тоже все ответил. Да. Ну, что же? Что же? В принципе, на все текущие вопросы я ответил всем. У меня остались еще вопросы, которые мне набежали на адрес, который был указан в качестве пожертвований для PayPal. Значит, сразу информирую, ребят, я сейчас меняю адрес для отправки пожертвований, отправив даже один доллар, вы сделаете великое и благое дело на развитие канала. Вот, сейчас выложу новые реквизиты, значит, туда только отправляются платежи. Для связи со мной вы пишите в личку, если хотите, чтобы на ваш вопрос был получен быстрый ответ, или связывайтесь через Skype. Но это в крайнем случае, если вы не нашли ответы на вопрос, потому что в Skype у меня постучатся очень много желающих, и я физически просто не успеваю со всеми пообщаться. Вот. Ну и, соответственно, там будет проведен e-mail, куда вы можете тоже отправить личные сообщения. Но лучше отправляйте в личку на YouTube, потому что каждое утро я открываю свой канал и смотрю, что мне подписчики и, соответственно, зрители пишут. Хорошего вам дня, здоровья вам!